Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своём канале. Меня зовут Инга, это Гера и это король Зиги. А почему король Зиги? Это потому что нам надо закончить, наверное, прежде чем идти по серьёзным делам, например, с кулачными боями. Кого я вижу? Не будь я король Зиги! Ты голопузый король. Обдумал моё предложение? Да, да, да. Объясни мне, в чём дело, да. Расскажи-ка обо всём поподробнее. Сперва скажи «да», приятель. Пока что могу только гарантировать, что тебя ждут слава и деньги. Без меня ты зароешь свой талант, выбивая пыль из кабацких пьяниц. Ну так как? Ладно, схожу с тобой. Да, я готов. Я объясню тебе всё по дороге. Так какие там объяснили. Теперь говори. Знаешь, чем знаменит Флотзам? Ничем. Ну как так можно? В долине Понтера есть только два города, которые достойны внимания. Это Бондарь, в котором лучшие шлюхи севера. И Флотзам, где проводят лучшие кулачные бои. Кто проводит? Официально никто. Но стоит приглядеться, и ты глазам не поверишь. Это мир страстей, мир силы, взлёт. Стой! Ты не узнаёшь короля Зиги? Тебя узнаю. А кто с тобой? Серьёзный мужик. Король Зиги других не держит. В последний раз твоего парня вынесли поломанным через четверть часа. Сейчас всё будет иначе. Вот увидишь, сам комендант поставит на него целое состояние. Ладно. Но ежели хочешь его провести, пускай оставляет тут все свои железяки. Ох, нифига себе. Нет, я не буду оставлять. Поищи другого дурака, Зиги. Зачем? Ты самый идиотский дурак. Я дал тебе такой шанс, а ты его не использовал. О, да. Пойду напьюсь с горя. Да ладно, Зиги. Я даю тебе такой шанс, и ты за него не ухватишься? Спокойно. Зиги не умеет сердиться на будущих чемпионов. Так что, идём? Да, я готов. Стой! Ты не узнаёшь короля Зиги? Опять? Тебя узнаю. А кто с тобой? Серьёзный мужик. Король Зиги. В последний раз. Сейчас всё будет. Вот увидишь. Ладно. Да, придётся оставлять железки, ладно? Будь по-твоему. Считай, что ты уже богат. Оружие будет в ящике у ворот. Пошли, Зиги. Мореда. Собственной персоной. Он разрешает бои? Разрешает? Он их устраивает. А то по счёту. Тут крутятся большие деньги. Последнее время мне немного не везло, но благодаря тебе король Зиги прославится в веках. Ты только не подведи. Ага. Вот зараза. Ну кто б сомневался в этом Лореда. Ой. Чё это? Чё это? Чё это? Странная загрузка сейчас была. А смотри-ка, метательные ножи у меня тоже забрали. Ладно, у меня если что есть акси. Да бей, выродка. О, клоун Зиги возвращается. Возвращается с триумфом. У меня есть боец, о котором скоро услышат каждый. Убийца-чудовище? Как ты его уговорил? У короля Зиги свои методы. Вечер обещает быть интересным. Через минуту мы попадём в историю флот замского мордобоя. По деревням будут слагать песни о Зиге Геральте. Ты главный выиграй, а я займусь остальным. Готов? Ну давай. Готов. Великолепно. Ты ещё будешь носить меня на руках. Твоим первым противником будет Сухой. Его так зовут, потому что он выжимает соперников в досуха. Глядишь, и Сухой обмочится. Бежись! Так, заготовились, заготовились. Добей, выродка. Я аж нажала, чё вы тут мне? Дай ему в хорю. Славно ты его разукрасил. Но Геря тоже синяки. Вот ничего себе. Кладёт всех одним ударом. Да, Гера. Ну давай ещё. Попробуй узнать, какой у него второй удар. Удачи! Держись! Добей, выродка! Жёстко, жёстко. Держись! На этот раз быстро у нас получилось. Ты — открытие всей моей жизни. Хочешь сказать, мы созданы друг для друга? Именно так. Но нам ещё многое предстоит пройти. Твоим следующим противником будет Сикач по прозвищу Хер. Его никто не любит? У него порты с бахромой. В прошлом месяце он откусил противнику ухо. Да? На Тайсона намёк? Ну давай сюда этого хера. Добей, выродка! Да, здоров. Дай ему вхарю. Держись! Добей, выродка! Ещё один, и мы знаменитые и богатые. Кто? Ждан. В драке против него меньше, чем вчетвером не выходят. Ну давай. Сделаю его одной левой. Не стоит его недооценивать. Ведьмак, позволь на минутку. Начинается. Прекрасная техника. Спасибо. Приближается последний бой, и все ставят на фаворитов. На тебя. Все, кроме меня. Вот твои проблемы. Чего ты хочешь, Лоредо? Проиграй, сейчас попросить, смотри. Но на самом деле выиграем мы с тобой. Треть выигрыша твоя. Это не вопрос. Это констатация факта. Иди в жопу. Я понял. Ты обычный мошенник. Меня не интересует твое мнение. Ты должен сдать бой. А иди ты, папаша. Так как бы мы его действительно не сдали. О, господи. Держись! Я не собираюсь сдавать бой. Дай ему фгарю. Ну, я так и знала. А я говорил, что мы выиграем. У меня нюх на эти дела. Давай, что мне там причитается? Да ты что? А как же веселье? Круг почета. Дармовая выпивка в каждом трактире. О девках я и не говорю. Трахни их от моего имени. Так, нет. Что значит трахни от имени? Ера, давай-ка. Забираем все. Даже дома взяли все. Или теперь этот гад мне не отдаст. Ну-ка, подожди. Давай-ка посмотрим. Да нет, вот все у меня есть. Фух, так. Я уж прям напряглась. Так, аранзит. Крепкий корт. А что у меня было? Распадрон был, да? Ну да, все остальное. Корт-то похуже будет. Причем так. Хотя отравление у него есть. Может быть мне все-таки крепкий корт взять. И положить на него какую-нибудь руну. У тебя большая шанс удара. Убийство с одного удара. Махакамские руны. А вот, а Махакамские. Смотри, какой хороший. Слабенький, но с тремя рунами. Шанс убийства с одного удара. Нравится мне этот корт. Хотя он как бы послабее. Чем сильно послабее. Но... Не знаю. Так, ладно. Это все хорошо. Мне нужно... Доспехи, вороносики. Доспехи такие. Вот эти вот мы носили. Так. Перчатки у нас тоже забрали, да? Это раз. Ну вот, все вроде, да? Что там еще были? Метательные ножи были? Это не серебряный, да? Отлично сбалансированный, крепкий. Не знаю. Я ими, конечно, не пользуюсь. Но пусть будет. Так. Все, да? Вот Кера, красавчик. Будешь. Так. Теперь смотри. Королевская почта. Я ему и говорю. Гони кошель. Или сам с трупа возьму. По поводу королевской почвы. Почвы. Привет тебе от коменданта Лореда, мразь. Ах ты ж, зараза. Зачем все это? Попадать будут? Или нет? Что это там? Я так и знала. Я так и знала. Бандиты зрения лишают. Где они там? Зачем все это? Ах ты! Все, Кера, прячь. А то ведь тут у нас... Там тоже будут нам нападать, да? Черт, железная руда, дротва. А вот нет, чтоб мечи забрать с них. Тут тоже сейчас будет это, да? Нет? Все спокойно? Крепки? Курва мать! Да, да, да. Вот именно. Парни, тут это... Чего тебе, салага? Да я перестану быть салакой. Как заведем нового салага? А меня вы как будете звать? Темный апостол, предвестник муки. Степки. Так вот, где у нас тут был этот... Здесь же он был, да? Этот самый... Что такое? Почему? Почему? Открыс не открывает? Ночь, потому что... Так вот, комендант мне нужен. Скорее всего, я так думал. А мы с тобой, Гера, давай-ка посидим. Да, наверное... Подождем до утра, что ли? Ну вот. Единственное, что я... Не помню, где он. Тут он или не тут. Огонь открыть. Открыть огонь. Не открывает. Карта. Давай, посмотрю карту. Может, здесь что-то понятнее будет. Где комендант сидит? Главка, трактир, ремесленник, текущее задание. Так, с текущим заданием у нас покончено, по крайней мере, с бойцовским клубом. Все, мы всех победили. Как бы там ни было, Геральт стал чемпионом Флотзема в кулачных боях. В будущем его ждали новые поединки. Но победа над Лоредо была для него слаще прочих. Ну так, а что он думал, сейчас я сейчас присяду и скажу, да, конечно. Так, вот. Королевская почта. Хм, ведь мы же ходили. Мы ходили к коменданту. Ну где это было? Ну, я правда не знаю. Это здесь, наверное, на центральной площади. Это оказалось. Может здесь? А, это Роше тут. Геральт из Риви. Король ведьмаков. Ведьмак королей. Давай, выпей с нами. Привет. А я и не знала, что вы здесь сидите. Привет, Роше. Лоредо что-то зацевает, между прочим. Лоредо хочет избавиться от Скайтаэли. Похоже, он спит и видит, как бы затащить их всех на тюремную барку. Йорвиту случалось обыграть молодцов покруче господина коменданта. Господин комендант сговаривается с Шалой. Я не стал бы сбрасывать его со счетов. Да, пойди знай, что тут делает чародейка. Бывай, Роше. Ладно, не будем искать никаких убийц пока. А это кто такая? И чего вы ее тут треплите? Это ж явно не Бьянка. Да простит меня Бьянка. Да, Мальдиватна, Бьянка. Привет. Вы что-то отмечаете? Большую победу! Интересно. Мы уделали этого Вию Патиса или как его там? Фэн отрубил ему башку и приставил к заднице. Вы вели себя, как скоты. А что, поиграть нельзя? Это ж деревянная кукла. Давайте лучше сыграем по-нашему. Точно! В ножички! Сыграешь со мной? А что, в ножички? Давай. С удовольствием. Бьянка против Ведьмака. Ребята, делайте ставки. А что делать надо? 10 к 1 на Бьянку. А что делать-то надо? Ведьмак, карта на стене. Нажмите R, чтобы пинуть. Победила Бьянка! Я впервые вообще вижу такое. Вот они, скоты! Надругались над статуей Ви Патиса. Навилы их! Думаешь, что говоришь, смерть? В чем дело? Такое дело. Мы тут турнир затеяли. Метали ножи в нашего Ви Патиса. Солдатня надругалась над богом нашим. Это не солдатня, а синие полоски. Знаешь, что это значит? Синие, зеленые, один хер! Сучьи дети вы! Ублюдки! Все как один! Что ты сказал? Тихо, тихо, тихо. Я... Ты сказал то, что думаешь. И это правильно. Так и надо. Пиво этому отважному человеку. Выпей за мое здоровье. Да, он уже обмочился. За здоровье ублюдка Вернана Роше. Вернан. Говеная посуда в этом вашем флотзаме. Недостойная героя. Но у меня есть мыслишка. Жри с пола свое пиво. Ублюдок угощает. Геральт, сделай что-нибудь. А что я сделаю? Что я сделаю? Постараюсь. Вернан. Оставь его, не нужно. Ты не понимаешь. Сегодня вам повезло, собаки паршивые. Убирайтесь отсюда. Пойду подышу. Ты слишком суров, Краше. Не люблю садистов. Понимаешь? У Вернана не было отца. И что? Он рос в нищете. Чтобы не умереть с голоду, его мать стала потаскухой. И иначе как ублюдком его не называли. Он очень плохо переносит это слово. Пойдем, выпьем. Идем. Помните, как мы ждали подкрепления в пещере? Еще бы не помнить. С голодухи торф жрали. Вот это были времена. Так выпьем же запитательный торф. Номер 13 с нашею у него. Как насчет небольшого состязания? Кто победит Геральта на руках, получит бочку пива. А если победит Геральт? Тогда я отдам тебе свой меч. Старый. Ни одну башку снес. Сейчас таких не куют. По рукам. У меня в горле пересохло. Налейте там кто-нибудь. А помните, я раз побился об заклад с лейтенантом, что оттрахают четырех эльфов за раз. А он тебе сказал, что скорее мы верхом на шлюхах море переплывем. А я б смог. Ты-то сможешь. Да кто ж тебе даст. Ну что, начнем? Посмотрим, сумеет ли 13-й совладать с Ведьмаком. Ах, вот почему 13-й. Ну, поехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А тебе, 13-й, придется еще потренироваться. Слабоват ты для Ведьмака. Геральт, а что у тебя это умутнение? Эй, налей кто-нибудь. А помните, как я однажды на коне на дуб въехал? Не припомню. А ты выпей. Глядишь, парень-то и освежится. Ну, ребята, теперь фен против Ведьмака. Ой, да вы достали. Ну, Геральт, награда твоя. Пусть тебе служит. Милдари, наше здоровье. Прям как после битвы под Герго... Герго... Ох, и нажрались мы тогда. До сих пор, вы говорите, не можем. Все поле битвы заболевали. Верхом на шлюхах и в рай. Эх, жалко, я профукала кидание ножичков. Я растерялась просто-напросто. Ой, мамма миа. Вот наклюкались. Сколько живу, а такого не видал. Ой. Чего не видел? Такого зрелища. То есть? Ежели не помните, тем лучше для вас. Я бы лучше вспомнил. За несколько аренов я, может, что и скажу. Ну, давай, держи, я не буду его угрожать. Сколько там тебе аренов? На, держи пять. Маловато будет. Да ты говнюк. А сколько тебе надо? 21. Держи. А теперь говори. Сходи в бордель к мамке. Она все расскажет. О, боже. Ах, так это похмелье. Это даже задание у нас? Черт. Блин, а где я? При Эдельсберге. О, мне было бы или времена. Начальник. Тренируемся. Так, начальник. Где моя одежда? У меня... Опять ничего нету. Господи, какая-то голая серия сегодня. Бордели у нас где? А где у вас ведьма Кайна? Девочки, не бывают. Потому что если девочек разденут, это будет совсем плохо. Где? Куда? Да, по-моему. Ой-ой. Ну и порядки тут у вас. Краснолюдские кузнецы отбивают у меня в участном времени. Бордели-то здесь же? Мистическая река. Да уж теперь не мистическая река. Теперь похмелье. Решил культурно отдохнуть в обществе Роше. Геральт. Очнулся на берегу реки в страшном похмелье с болью в спине и навязчивой мысли о том, что он сделал что-то такое, чего никак не должен был делать. Он решил разузнать правду и попытаться расспросить хозяйку борделя. С болью в спине. Ты там не сделал татушечку случайно, Геральт? Отся нет, локции у тебя стерты. Плохой знак, Гера, плохой знак. А чёрт, это не маман, это шаала. Те она может быть здесь? Или внизу? Ну, явно не здесь. Вот что значит зайти в неправильную дверь. А ведь искали коменданта. Нашли Роше. День добрый. Даже не знаю, какой день. Слушайте, Роше. Теперь здесь торчит. Разно. Внизу, наверное, да? Не пропусти слева. Слышала про новую позу? Ведьмак и стрыга. А я здесь-то ещё и не была. Ведьмак выпивает, ну, знаю, с собой усыться. Засыпай, как убитый. Утром просыпаешься, а ты девственница. Этого мне не понять. Да уж, даже мне не совсем понять. Слушай, а как же мы так здесь-то не были? Смотри, тут Урина. Тут нету нигде моей одежды. Что-то мне подсказывает, что, скорее всего, мне скажут, где моя одежда. Ну, на всякий случай тут всё надо проверить. Здесь и дерево. Отлично. Что ещё мы не взяли? Обалдеть. Так, девочки. Может, тот, который велел его дядюшкой называть? Нет, это я сегодня не видела. Живёханик. Тогда не знаю. Как я и ожидал. А что ты ожидал, Лабр? Рад встрече. Да? Чёрт. Снова этот ведьмак. Что значит снова? Рад встрече. О-о-о-о. Ай-яй-яй. Что тут за письмишко? Так, ладно. Поднять. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? О-о-о. Что вчера было? Я ничего не понимаю. Кажется, ты лучше всех знаешь, что тут вчера творилось. Лучше не спрашивай. Рассказывай. Ничего не бывает даром. В борделе? Тем более. Ну, тебе-то явно надо больше, чем двадцать, Суренов. Давай тридцать один. Ладно, говори. Вы пришли сюда впятером. Лучше сказать, приползли на карачках. И я полз. А как же. Один из этих синих заказал пятерых девочек. Я дала самых лучших. Потому что вы хорошо платили. И что дальше? Тут началось самое интересное. Вместо того, чтобы трахаться, как полагается, вы сели верхом на моих девочек и велели везти вас в порт. Быть такого не может. А ты спроси эту девку в мундире. И Бьянка тут была? Была, была. Пробовала вас удержать. Да где там? Черт побери. Где моя одежда? Да. И мадам пошла опять спать? Ну, дай-ка мы у нее тут полазим немножечко. О, 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 о. Это мое? Не, не похоже. А может, мое? Все равно мы все заберем. Даже вот. Не стыдно мне совершенно. Абсолютно не стыдно. Что у тебя тут? Заметки Гаверна. Гаверна. Странное имя у тебя. Там было что-то поднять. Я думала, что поднять подушку. За стенка мордобой. Так, так вот. Заметки Гаверна. Давайте-ка мы почитаем. Эта чародейка мне здорово не нравится. Все магички задирают нос, и каждая что-нибудь замышляет. Но это уж точно плетет какие-то заговоры. Видно, ей не деньги нужны. Она хочет стравить людей друг с другом, будто играет ими. Может, она догадывается, что я шпионю? А, если правда, что чародейки умеют читать мысли, то мне надо поберечься, если станет известно, что у меня дела со Скайтаэлем и лучше повеситься, чем страдать в казематах Лореда. Ах ты шпионишь! Ну, кто ж такие записочки-то оставляет, мадам? На видном месте-то. Это ж... Она на Скайтаэле работает. Ну, интересно. Хорошее прикрытие, бордель. Вроде как бы все прилично. Так, ну что, Геральт? Надо, наверное, все-таки... Не знаю. Я сейчас посмотрела, время еще есть. Во-первых, Геральт, мы долго будем бегать с голым. Сейчас мы что-то уж утащили. Тяжелые кожаные штаны мы утащили. Давай-ка мы оденем кожаные штаны. Я не знаю, что возьмем. Жерць, нож. Грабли. Герабли. Грабли. Самое то. После похмелья пошли говорить с Бьянкой. Что делать? Слышала про новую позу. Ведьмак и стрыга. Нет, расскажи. Ведьмак выпивает, нужно. Соброситься. Засыпай, как убитый. Утром просыпаешься. А ты девственница. Ха-ха. Да, Юля. Любви, Исис, красавчик. Нет, я вообще-то выйти хотел. Да не у Зелли. Да не у Зелли. Да не у Зелли. Ха-ха-ха. Не пропустися, Львен. Как я так и ту дверь не заметила? Кхе-хе. Господи. Ну да. Я не обращала на нее внимания. Очень интересно. Я тут, это, пошел сенок коситься. Роше. Роше, что вчера было? Норедов, Лодзам. Бывай, Роше. Так, подожди, а где они были? Я же теперь о нем помню. Да, стражники, это правда удивительное зрелище. Че, аж остановились. Небаловай ведьма! Да уж, набаловался. Янка. Боже, мне показалось, что она голая стоит. А что... Чем... Янка. Что? Мадам рассказала мне про вчерашнее. Я разговаривал с мадам. Это все правда? У Геральта татуировка на шее. Я пыталась вас успокоить, но вы уперлись, что верхом на шлюхах переплывете реку. Ничего не вышло, но вы пытались. Несколько часов. И что потом? Ты заявил, что решил стать солдатом синих полосок, и тебе нужна татуировка. Какая еще татуировка? Как у нас. Ну, мы и сделали. Вот дерьмо, где мои вещи? Ты их раскидал тут везде. Я все сложила в сундук у окна. Спасибо, Бьянка. Офигеть. В сундук у окна? Это этот? Какой сундук? Этот? Бьянка, где тут сундуки? Ну что? Хаты у мужиков хорошо горят. Давно. И с феном поосторожней. Он псих. Этот сундук. Да. Ладно, давайте оденем Геру очередной раз. Кстати, что там за нож мне дали. Эспадрон это не то. Махакамский нет. Аранзит на крепкий. Меч из Крейдена. Этот что ли мне дали? Сначала берем аранзит. Это мы сделали. Непонятно зачем. Крепкий корт у меня всегда был. Или меч из Крейдена он мне дал. По-моему, да. Мне плохо кровотечение. В общем-то, 8. Урончик такой себе. Так, ладно. Это все окей. Где наши доспехи? Тяжелые кожаные штаны. Так, сапоги. Броня плюс один. А это какие-то... Откуда эти сапоги у меня взялись? Ой. Печатки травника. Хуже. Тяжелые кожаные. А, это одни и те же. Ясно. Ладно. А, трофей, подожди. Трофей-то трофей. Дряга. Повеселились, повеселились. Ну все, вот теперь все нормально. Давай-ка с Бьянкой еще поговорим. А чем мы так... А, перегружены. Офигеть. Пьянка. Как ты оказалась в синих полосках? А что? Хочу знать, с кем работаю. Не будем, или скажем, слишком красивая. Слишком ты красивая. Ты красивая девушка и... И что? Я не дворянка и не купеческая дочка. Мордашка у меня смазливая, верно? Только что мне светит? Быть прислугой в придорожной корчме? Или трудиться, не покладая рта в бордели, вроде здешнего? Лучше уж эльфам горло резать. Убиться короля — это не просто Скайтаэль, между прочим. Человек, которого мы ищем, намного опаснее Скайтаэлей. Не сомневаюсь. Если уж он обошел Геральта из Ривии. Это было не первое покушение на Фольтеста. Одного такого я уже убил. И их может быть больше. Если кто-то и испугается, то точно не я. Я солдат, потому что я хорошо знаю свое ремесло. Ты никогда не мечтала о другой жизни? Чижик, стрелок наш, пробовал как-то землю пахать. Только руки у него к такой работе не приспособлены. Зато он всадит мне между глаз арбалетный болт с 80 шагов, да? Со ста. Я пыталась готовить, шить, улыбалась, словно кукла, разнося пиво в корчме. Но все это не мое. Ну, я не хочу подкатывать за Бьянки, потому что она все-таки, как говорится, девушка Роше и так далее. Так что... Как тебе, Флуд? Хорошо тут, а? Мне такие места больше по сердцу, чем дворцы и замки. Здесь выживает сильнейший. И здесь всегда знаешь, чего ожидать. Да, мне здесь нравится. Твоя ненависть к Скайтаэлям – это что-то вроде мести? Ты совсем меня не знаешь, Геральт. Люди, нелюди – не имеет значения. Нас отправили сражаться со Скайтаэлями, и мы выполняем задания. Это обычные лесные бандиты. Если среди них есть люди, я буду убивать их точно так же. Надо же. Ладно, бывай. Бывай, Бьянка, бывай. Я думала, она нам что-нибудь побольше расскажет. Но, как я и говорю, нет-нет, подкатывать мы к ней не будем. Так, и что? Осталось сходить с коменданту по мандорским шагам. Эти, смотри, они прям, стражники замерли. Застыли. Как Гера увидели, так и все. Да, речь потеряли. Чего это ты близный? Где-то, что у вас было. Отбивают хлеб у частных ремесленников. Эльфы отираются среди приличных людей. Где-то тут было, по-моему, вот эти вот бабы припались. Ты, моя дорогая, здесь что-ли? Голова, точно здесь. Ребятишки орут. Фи. Твой ведьмак. Привет, привет. Бросить письмо в почтовый ящик Королевской Почты. Между делом, посмотреть... Чего? Между делом, посмотреть всю остальную корреспонденцию в ящике. Нужен ключ. Слушай, Людвиг, это ящик почты. У тебя на столе стоит почтовый ящик Королевской Почты. Да. Помимо всего прочего, я ведаю Королевской Почтой. Можно заглянуть? Разумеется. Приятного чтения. Прощай. А я могу просто почитать? Подожди. У тебя на столе стоит почтовый ящик Королевской Почты. Да. Помимо всего прочего, я ведаю Королевской Почтой. Прощай. Так, еще один разбившийся положить письмо. Подожди, давай сначала мы почитаем рапорт Людвига Мерсака. В ответ на ваш вопрос относительно поисков шайки, производящей Фиштех. Спешу доложить, что во флотзам и ее окрестностях мы не встретили никаких следов деятельности упомянутой организации. Не считая трактированных сплетен, город совершенно свободен от всякого вольнодумства и безнравственности, чем мы полностью обязаны энергичным действиям коменданта Лореда. Не соответствуют действительности также слухи о разбойнике Дмитрия. Он был казнен, да что вы, за свои преступления, о чем я, впрочем, уже упоминал в своем последнем рапорте. Ах, ты покрываешь. Ну, понятно, они тут все друг друга покрывают. Чему мы, собственно говоря, удивляемся. Совсем не удивляемся. Комендант рекомендует сменить соглядата, если тот позволяет себе подобные инсинуации, говоря попросту брешет, как собака, и тем самым компрометирует деятельность нашей секретной службы. Также господин Лореда осведомляется, будет ли наш следующий запрос касаться пролетавшего над флотзамом стада свиней. Кого? Или же, к примеру, армии эльфов, подошедшие под стены города. Господа, ну что вы право, да хранят боги Тимерию. Людвиг Мерс, королевский городничий. Да, да, уж. Положить письмо. Так, ну ладно, письмо мы положили. Говорить нам больше не о чем. Перегрузка у нас по-прежнему есть. Ну что ж, пойдем сейчас торговать, наверное, продавать все, что там нагребли излишнее. Ох, лучше б ведьмака наняли. Уж он-то тут разберется. Он разберется, да-да. Урод! Урод! А то рода слышу. Мальчик. Мама! Что, мама-то? Что, мама? Что не сделал, только вошел? Я ведьмак! Ну и ну! Пойдем отсюда. Тут как-то у нас не нравится. Вот. Ладно, набедокурили, нагулялись. Пора, наверное, как говорится, пойти поторговать. Ну, это я буду делать, друзья, уже в следующей серии. Чем мы займемся в следующей серии? Нам, наверное, пора пойти все-таки Кейрона прибить. Мистическая река. Вот, синякост. Кстати, я подходила к Седрику, а Седрик не это самое, не стал. Мангуста надо сделать. Вот, давайте сделаем мангуста. Что-то нам не сделать мангуста, да? Алхимия. Вот, мангуст. А почему у нас нет этого тени Коста? Так, что ли? Не, подожди. Дай-ка, Гера, давайте-ка я та самая сделаю сохранку, потому что что я не поняла. Дай-ка, Гера. Дай-ка, Гера. А вместо чего мне его добавить? Место фульгора? Ну, получается, что только вместо фульгора надо добавить синякост. Создать. О, я ачивка получила. А, интересно. Ладно. Ладно. Похмелье мы сделали. Что же случилось? Хотите верьте, хотите нет, но пьяный ведьмак позволил украсть себя, украсть из себя татуировку отряда Роше. Стало самого веселого вечера он щеголял наколкой синих полосок. Ну, теперь сам Бог велелся по пути синих полосок. Что же теперь делать? Так, мистическая река Кейрон, тинекост, спрятанный в мешке эликсир, ждал поединка с Кейроном. Геральт нашел тинекост во влажной пещере под остатками эльских строений. Он использовал растения, чтобы приготовить эликсир, защищающий от смертельного яда. Седрик, кстати, мне ничего не говорил. Я подходила к Седрику, я торговалась с ним. Так, ну что ж, все. Теперь выпить эликсир, пересхватка с Кейроном. Пойдем теперь сражаться с Кейроном. Мы сделаем это в следующей серии. Ну, а в этой, друзья, все, кто ее посмотрел, всем, конечно же, спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.